А сегодня я поведу речь про наших скитальцев, в Донецке Шахтер и Луганскую Зарю и их дальнейшую судьбу в свете слов депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Козенко про Донбасс как субъект Российской Федерации. Я уже давно не имею никаких иллюзий насчет одной третьей территории Донбасса подконтрольных Московскому Кремлю. Тот, кто хоть немного знаком с историей России, начиная с возникновения Московского княжества, прекрасно знает, что московиты, если уже имеют влияние на какую-то территорию, а тем более полные контроли подчинения, то считают эту территорию своей и никому просто так ее уже не отдадут. Мало того, всеми силами будут пытаться при удобном моменте эту территорию расширить и так до бесконечности. А все эти иностомненные разговоры только для обманки легковерных людей, россиян прежде всего. Потому как в кремлевские иностомненные сказочки в Украине уже давно никто не верит. Но все равно надежда на то, что Донбасс снова станет украинским, была маленькая, но жила где-то в глубине души. Хотя, после начала прошлогодней паспортизации населения Донбасса, которое перекрещивалось в граждан России, уже дало понять, что Донецк и Луганск в ближайшие десятилетия украинскими не станут. А сегодня слова депутата Российской Госдумы про Донбасс как субъект Российской Федерации Меня окончательно убедили в том, что Донецкому шахтеру в нынешнем составе и при нынешнем руководстве никогда не сыграть на родной Донбасс-арене, равно как и Луганской заре на своем стадионе. И будут шахтер с зарей представлять Украину в Еврокубках, играя в свои домашние матчи где угодно. Харькове, Киеве, Львове, Запорожье, Одессе. Только не в Донецке и Луганске. Увы, так увы, теперешние реалии. По крайней мере, лучшие клубы Донбасса будут играть вне своих родных арен до тех пор, пока представляют Украину. Дальше, думаю, вы, посетители моего канала, логическую цепочку сможете выстроить сами. Так что я просто уверен, что шахтере зарюсь ждет незавидная судьба азербайджанского Карабаха, представляющего город Агдам под контрольной Арменией. Само название Карабаха, Азербайджан, в Еврокубках звучит как звонкая оплюха Армении, которая контролирует Нагорный Карабах и считает своим. То же самое происходит и с клубами Донбасса. Когда звучит шахтер, Донецк, Украина, это на батом ударяет по российскому великодержавному самолюбию, особенно на фоне успехов горняков, превосходящих достижения российских клубов на международной арене. Ведь в России уже давно хоронят как саму Украину, так и весь украинский футбол. А тут-то сборная Украины Андрея Шевченко играет гораздо сильнее России. То лучший украинский клуб в очередной раз пробивается в полуфинал Лиги Европы, о чем российские поклонники футбола могут пока что только мечтать. Какой, однако, прыткий, отходящий в мире иной будущий покойничек оказался. Тут уже сотни раз задумываются, оправдали все то, что говорят российские пропагандисты про умирающую Украину. Может там, в Украине, не все так плохо, а совсем даже наоборот. Да, господа россияне, у нас есть трудности, не без этого. Но жили, живем и будем жить, хотя бы всем кремлевским басноплетам на зло, чтобы они до самой своей смерти Украину хоронили, зарабатывая тем самым себе на безбедные проживания за пределами России. Но вернусь к судьбе клубов украинского Донбасса. Скажу прямо, без намеков. Вернуться на свои стадионы Донецкий Шахтер и Луганская Заря смогут только в случае, если Донбасс снова станет весь украинским. Или же, если сама Украина полностью попадет под власть московского Кремля. Третьего в данном случае не дано. Вариант с шерифом из Тирасполя, который играет в чемпионате Молдовы и принимает соперников на своем стадионе, в теперешних реалиях невозможен априори. Если кого-то смутил мой материал своей откровенностью, так, панове, господа товарищи, я привык говорить то, что думаю и вижу. А насчет Шахтера и Зари я не вижу никаких перспектив возвращения в Донецкий Луганск. Думаю, мечта президента горняков Рината Ахметова и бывшего капитана Шахтера Дарио Сырны вернуться на Донбасс-арену вместе с клубом, так и останется голубой, в смысле невыполнимой мечтой. Во всяком случае, в официальных турнирах, думаю, лично я Шахтер и Зари дома уже при жизни не увижу. А помирать я не собираюсь. На этом у меня все. Подписываемся на канал Футбол Витсаныча, ставим лайки, уподобайки, нажимаем на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых моих материалах, активничаем в комментариях. Всегда с вами Саныч. Футбол Витсаныч Футбол Витсанача